Хороший день начинается с утреннего экспресса. Мы в прямом эфире работаем для вас. Прямо по курсу рубрика «Обзор прессы». Подожди, не забегай вперёд, дай я быстро скажу. Пока мать доила коров, Настя нянчилась с братом. Угадай, про кого речь? Я не знаю. Про... А про кого это? Про кого, про кого, про кого? Про кого узнаете в «Комсомольской правде». Подскажу, что это ведущее шоу популярного «Орла Решки». Да, обзор прессы. Ну, рассказывай. Что в твоих руках? Отец ушёл из семьи, когда Ивлеева родилась. А, ты в принципе про газету. Давай, показывай, что у тебя здесь. Аргументы и факты, я вижу. Я спрячусь прям вот так и скажу. Красные в городе. Почему забыли командарма Василия Шорина. Можно на 18-й странице прочитать. Ну, а здесь есть более интересная статья. Для меня, по крайней мере. Клоун без маски она называется. А всё почему? Анатолий Марчевский вернулся в цирку. Вернулся. Екатеринбургский стал директором. И он как раз даёт интервью, аргументам и фактам, о том, какой он человек, как это всё прошло. И про 20 цирковых кружков в области, которые тоже теперь есть. И вот, кстати, все за него были. И Тагильский цирк, и все, все, все. И слава богу, что так случилось. Мы очень рады. Тем более, что наш Екатеринбургский цирк, он самый красивый. У нас самый необычный купол. Нигде такого нет в мире. К тому же у нас свежий ремонт. Где? В студии? На фасаде цирка. А, на фасаде цирка, да. Кому-то вам понравилось, кому-то нет. Пишите отзывы. У нас сегодня такая тема. Также здесь у нас в аргументах и фактах. Я вижу, что можно будет прочитать про первопроходцев по Чернобылю, как уральские роботы работали на аварийном блоке. И спасли многих, кстати, можно считать. Ну, потому что людям бы пришлось работать. А так работали роботы. Это прекрасно. Изобретатели. У меня, ты знаешь, в моих руках газета «Уральские рабочие» как раз об этом же здесь спор. Возник спор у ученых. Надо ли стимулировать рождаемость? Этот вопрос как раз-таки взяли во внимание ученые на 10-м демографическом форуме в Екатеринбурге. И газета «Уральские рабочие» приводит слова доктора философских наук, почетного профессора УРФУ Юрия Вишневского. У современных молодых людей отсутствует репродуктивная установка, потому что общество не занимается ее формированием, не ориентирует на создание семьи. И тут другой ученый с ним спорит. Это кандидат политических наук Виктор Марьянов говорит. А куда прикажете трудоустраивать людей в высокоразвитом постиндустриальном обществе, где рабочие места все активнее занимают как раз-таки роботы? Задается вопросом эксперт. Еще один человек, который мотивирует к рождаемости. Человек, который вел передачу. Как она называлась? Я забыла. Любовь с Анфисой Чеховой. Чуть-чуть по-другому она называлась. Но, стоп, здесь просто такая же она пышная и красивая. И это у нас Анна Семенович в теленеделе. Посмотри. Да, на обложке нашей любимой теленедели. И она стала шить одежду. Скоро можно будет уже ее носить. Для таких женщин, знаешь ли, очень форменных. Я поняла. Очень пышных и красивых, да. Она говорит, что нужно уметь над собой смеяться. Вот так вот. Да. В этом же как раз-таки выпуске теленедели Софья Естегнеева, внучка знаменитого Евгения Естегнеева, говорит. Меня часто спрашивают про дедушку. Я родилась тогда, когда он уже, к сожалению, ушел. Я просто смотрю и наслаждаюсь его игрой. Ведь если ты умеешь рассмешить людей, говорит, Софья, это высший актерский пилотаж. Это действительно так. Кто для тебя лучшие друзья? Ну, кроме бириллиантов. Понятно. А для нее это, Кристиночка, родители. Родители? Она так и говорит. Родители мои самые авторитетные друзья. Да. Здесь также Софья Естегнеева рассказывает о том, как снималась в музыкальном сериале 90-е весело и громко, и как победы в соревнованиях по спортивным, бальным танцам помогают ей в актерской профессии. Даже так. Как ухаживать за ногами, тут написано. А почему ты веселишься? Семен, это очень важно. Это важно? Конечно, сейчас лето. Как правильно ухаживать за своими ножками? Прекрасная статья. Сбуху. Дальше в номере блюда из творога, легкие и вкусные, как раз для лета. Программа. Слушай, я остаюсь. Ты зачитался, я понимаю тебя. Вы там идите, делайте зарядку, а у меня новости без суфлера. Подожди. Ну, посмотри, какие это красавчики, а. Посмотри, какие красивые люди. Без суфлера работают. Ваши-ваши, Кристина, такие же люди, которые работают на телевидении. Да, наши коллеги, конечно. Дело в том, вот я не знаю, почему ты, Семен, веселишься, как ухаживать за ножками. Семен, подожди. На носу хочется верить пляжный сезон. На носу пляжный сезон. Да. И наверняка кто-то к нему еще не готов. Но нужно однозначно готовиться. Мы верим, что лето будет. Наш эфир продолжает рубрика «Зарядись». 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 У меня даже слово подошло. Запишу его. Запиши.